слушай отчитываясь обратил на работе так вот так что было видно давай только что с ним поговорила и поэтому вам тут же и сообщаю skype он так и не хочет ему не нужен потому что у него принцип жить так в древности как в древности поэтому у него и у этого опера тоже идея детей учить в школе то есть не в школе а дома оторвано от цивилизации хотя я не согласилась привела ему пример а как же вот барабаш большой фермер сегодня чтобы справляться с фермы на эту технологию машины самые современные и надо учиться ими управляться а если дети не кончили high school high school это когда но последние классы у нас как старшие классы что ли да да вот родители вряд ли могут тянуть учить детей и геометрии и алгебре и физики биологии чего на что преподают в этих старших классах значит дети не смогут справляться сегодняшние технологии на и даже на этих ферме фермах поэтому я не согласна он тут же забеспокоился а как же вот потеряевки всего 8 лет учебы а я говорю тем не менее дети учатся барнауле в колледжах в этих университетах а где там они живут у своих у своих родные купили им квартиры вот квартиры барабаш купил у них отцовая квартира барнауле хорошо а что одни дети живут самостоятельно в квартирах в квартирах без участия взрослых вот допустим мои племянники там андрея устинова приехали они у игоря живут дыбунова две девочки лиза и вот я примерно так и предположил я бы я не знаю этого я никогда не спрашивала но скорее всего скорее всего община барнаульская я так разделила я ему все рассказывала говорю две общины барнаульская и потеряевская и наверняка говорю барнаульская община максимально участвует да конечно у нас у меня подвала они тут сохранят продукты картошку морковку я принимаю всех у меня очень огромный подвал ну все правильно вот а тем не менее он пока такое как сказать упрямо держится такой жизни что мол только фермерская жизнь более ближе к примитивности в этот мир цивилизованные не высовываться там опасно и так далее вот я говорю это тяга такая к амиш у нас эти амиш я знаю я знаю что ну вот ладно новости такие чтобы успокоились конечно он планировал следующий зимой не этой ну понятно тогда после осенью осенью я говорю опять я повторил слушать но как же вы притащите всю свою здоровую семью во первых если вам даже и найдут жить в барнауле квартиру очень дорогие вся россия сегодня очень дорогая вот много денег на билеты и на квартиру и что вам делать барнауле дети ваши не смогут пойти барнаульскую школу сразу начать надо адаптацию адаптация как это адаптация правильно 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 вот как дети начнут в общем входить в этот новый мир лучше всего с потеряевки а это только летом потому что зимой потеряевка это только все придется я его напугала говорю там все только на сноум-мобил как это сноум-мобил как называется у вас снегоходы вот-вот на снегоходах только ездить дорог нету он обалдел запугался сразу но за канон они едут 10 километров а у них там машины стоят и там выиграть на трассу машина снегоход оставляет обратно едут с барнаула до урывки а потом уже 10 километров на снегоходе ну беда в том что он оказывается приезжает вот он пять раз был он приезжает всего на недельку за недельку ничего не увидеть конечно нет а счет такой недель такой дар деньги такие в общем вам нечего делать и мой семьей большой вам надо самому приехать и получше подольше так сказать посмотреть все азии детей уже тащить когда уже у вас будет 90 90 процентов того что вы будете в россии поэтому на 5 изменил тут же картину он уже собирается в августе на одну неделю так ну насчет гражданство как разговор шел не шевелится я ему также объяснила у него старая программа работает что где-то он уже купил землю на кого-то оформил какая-то следянка он вам же землю на кого-то оформленную ничего не знаю в этом деле я не вмешиваюсь в это дело я знаю что должно быть согласно за государственных законов все делается мы должны перед государством быть неукоризненными вот я и сказала мы здесь не заспорили я сказала что представьте привела ему пример игнати завтра приезжает к вам или какой-то русский не хочет купить и землю и дом кто разрешит нет нет никто не разрешит а как же вы поступаете почему же вы тогда едете в россию и покупаете все хотя это даже перед богом это не честно это уже лукавство и почти обман он застопорился промолчал да в этом смысле он еще не дозрел потому что его пример это его вопер так делает уже много-много лет и все хорошо все прекрасно хотя у вопера совсем другая ситуация у него хорошая защита его папаша который большой фермер и большой денежный диет который когда-то приезжал к вам миссионером а сегодня он хоть ему уже много лет однако он работает в этих каких-то страховых компаниях а наши страховые компании это также вот собирать хорошие деньги очень хорошие запасную аэродром понятно а митчелл до этого еще не доехал не дозрел нету так то если ты надеешься на бога значит тут не надо никуда в сторону лучшее состояние ты приобретаешь находясь здесь когда дети твои будут при тебе и воспитываться в христианском духе это ты нигде это не купишь и за какие деньги и чтобы так православно было волк это его он же не к православии не относится никак хохочет я не стала мы просто говорили очень-очень долго обо всем обо всем еще раз повторили все эти пункты в этого письма и сколько детей и сколько летом и сколько зимой в общем весь это все письмо ваши по пунктам разобрали и он получил от меня письмо-то ну да вы его разбирали но 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 еще чаще чем он не согласен или как нет он не согласен он просто на этих канонах 700 канонах застрял ему бы побольше информации какой-то получить за хорошо это хорошо это они не как-то я уважаю когда люди стараются больше узнать потому что я шаль в это новый я думаю для вас тоже новость он только идет креститься он еще не крещеный право 7 июля ты скажи его крещение будет не в августе в июле слушайте слушайте погодите у него уже будет крещение 20 апреля в оси и православная церковь в америке именно то где шлем он и мейндорф скажу скажу что такого не будет крещение как у нас священник ходит в воду в озеро а эти дайте договорить дайте договорить именно именно он нашел какого-то отца моисея какой-то старичок отец моисея из этой православной церкви в америке который крестит в реке я говорю ну сейчас игнатий тихоныч обрадуется конечно я вам сообщаю слава богу так что видите он не крещенный оказывается как это хумена он прошел это хумена это именно типа канонизации то есть не канонизация как это минуточку катехизация когда катехизации это хумена катехизации то есть он сейчас проходит обучение он обалдел от количества прочитанных книг он весь в общем в учебе и шлем она он читал и мейндорфа и фадор папку вот эти такие хорошие яркие имена и семинарии он их знает вот это хорошая новость так что я говорю хорошо я сообщу их надю тихоновичу попрошу подключиться в этот день 20 апреля день его крещения в реке он это рождение ленина скажи как раз и ты духовно рождаешься в один день вы сами ему напишите я это не буду я уже устала сейчас болталась на два часа надоело вот это вот новость что крещение только будет зимой следующем планирует если запланирует а реально приезжает в этот август на одну неделю это опять говорю я слушайте я приезжаю сейчас в россии очень часто каждый год не чтобы сэкономить хоть деньги не так дорого я уже покупал начинаю смотреть билет за 6 8 месяцев чтобы хоть какую-то подешевле цену надо вам сейчас смотреть билеты он да нет я еще не смотрел но это странно значит вы будете покупать летние билеты дорогие чем зимние намного дороже сезон туристический вот он как и так не знаю услышал меня или нет так что билет еще не покупала только планирует на одну неделю опять же в августе август подойдет он никуда не верит уверяю вас с нашей стороны никакого здесь не было подвоха и лукавство мы открыто и говорим как есть открыто да поэтому вот все свои видите все записки все вам все вопросы переписала и всему с ним проработала работа закончила ну все тогда и какие у меня с ним будут разговоры я буду до скидывать конечно опять ваши книги он вот я сейчас очень перекормлен очень начитался всего крещением так что я пока он пока не готов это принять вот попозже может быть вот и все мы всего благодарю да и на скайп я вам послала опять еще раз и лекцию и фильм ну вот я увидел я показывала девыту послали здесь а тут не было мы не видели я проверил это прошло и к на электронной почему-то здесь уведомления не было дошли смотрели вот короче я очень советую вам его чтению подключить дать людям побольше эту лекцию очень интересно хорошо благодарю спаси христос